Девушки отдыхают Всем еще раз огромный привет, дорогие друзья. На связи по-прежнему студия StarLadderTV, Кван и Гомер. И еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас теперь ВП против Natik. В Virtus.pro уже за сегодня отыграли два матча, вчера еще три. И вот теперь пробуют сразиться со шведской пятеркой на карте Train. Уже за сегодня ребята одолели Титанов на Cobblestone и проиграли Gamers 2 на карте Cash. Так что теперь посмотрим, будет это все-таки день более удачный для поляков или все-таки будут проблемы. Ну в любом случае, мы вчера видели, как они играют на этой карте. С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень завершился для них поединок. Поэтому сегодня, я думаю, должны были провести работу над ошибками и исправить все недочеты предыдущего игрового дня. Победа на Титан, наверное, не так уж важна. Особенно с учетом того, как плохо все-таки отыграли французы поединок с Ашер. А видно, что не те, не те Титана Фейсиди, не настолько они стараются. CSGO Lounge, почему? Почему 55 на 45 в пользу ВП? ВП. Ну верят, что все-таки, ну хоть здесь уже носа летит точно УВП. Но пока что очень рандомно отыгрывают эти ребята. Посмотрим, так будет или нет. Стартует у нас тем временем с сайдпик. Вот это как раз очень важный момент для Virtus.pro, который они по ходу дела проигрывают. Паша Бицепс, ну только если в реальной жизни он может развалить 4 кабины. Фнатик, но на поле боя в Counter-Strike и Global Offensive. Кто-то уже ливанул. Ниджо, что за них? Нио, наверное. Сейчас NBK еще зайдет, как вчера. Залетал такой у нас посреди катки NBK, потому что по расписанию уже был матч Envy. И он, наверное, решил, что можно присоединиться к серверу. Но мы пока все ждем Виктора Войтеза. А, все ливанули. Написали, видимо, GG. Все, easy. Это не выигрывается. Так, 30 секунд. Ну понятно. Вынужденная пауза. Virtus.pro проиграли сайдпик. Фнатики, соответственно, обороняются. Что у нас с командами? Наконец-то. Все перекрасилось в нужные цвета. И мы вот-вот уже стартуем поединок. Четвертый матч сегодняшнего вечера. Ну и, кстати, это последняя официальная игра Fnatic на FACED. Если мне не изменяет память, 14-й поединок. Да, так оно и есть. У нас на экранах группа Fnatic 13. Ну и если сейчас выигрывают ВП, то Fnatic не едут на финалы уже 100%. Ну и, в принципе, у них не так и много шансов. Закрепиться там, потому что у поляков еще есть солидное количество игр, которые они могут сыграть. И все-таки где-нибудь, да, держать победу. А Пронакс прощально делает свое появление у нас на экранах. Просто Fnatic. Совсем скоро его место займет всем известный Деннис. Ну а, в принципе, все остальные ребята те, которые нужны. Вот он, довольный. Еще после победы, наверное, на трех мейджерах сфотканный. Пронакс, спасибо за игру во Fnatic, но, тем не менее, уже, ну не знаю, ждем стримов, ждем каких-то врывов. Может быть, на тренерские должности, на должности менеджера или просто в качестве какого-нибудь аналитика. Уже Пронакса, но пока перспектива туманная. В плане этого парня. Ну и у нас вроде бы готов раунд. В раунд, да, пистолетка начинается, ВП атака, Fnatic оборона. Желаем двум командам успехов и погнали. Раунд Б, раунд Б, причем фаст, залетает сейчас атака. Кримс должен услышать, по идее, всю движуху. А тут у нас укрепление А с другой стороны. Кримс. Обдаун, все-таки решили выпасть. Virtus.pro, зелени нету. Деннис в гнезде, но, блин, ничем тут не сделает. Как-то не попадает. Олфмейстер только делает один минус, забирает Аза. Бомба стоит уже. Остались только GV и Флюша. GV ворвался, но как-то... Что такое происходит? Неужели мышки поменяли все игроки? Не могут нормально стрелять? Тут Снакс уже режет. Нож! Что происходит? Боже мой! Первый раунд, а столько эмоций. Это нож, пацаны. Ну что же, GV. Что по китам? Китов нету. Раунд один в два. Бомба пищит. GV за китами. Нормальненько сходил. Прыжок! Ай-яй-яй, Ассасин Скрит! Есть смоук и будет дефить до конца. Садится. Нео. Неужели не попадет? Вот, и все-таки заберут, ребята, этот... Нео! О, нео! Два ножа. Боже мой, это лучшая пистолетка за последнее время, которую я, наверное, видел просто. Два ножа, куча экшена, прыжок вееры. Было все абсолютно. Это потрясающе. Он не успел задефить или Нео его зарезал? Я не могу понять. Нео зарезал. Нео зарезал, точняк. Вот это экшен. Вот. Вот это красиво. И даже Гейбен сошел с ума и поломал нам игру. Ну, поэтому пока что наслаждаемся реплеем, и наши операторы быстренько возвращаются на трейн. Вот он, прыжок вееры, только что был на ваших экранах. Это как в Assassin's Creed зарезал. Ну, просто этот момент можно смотреть вечно, мне кажется. Отличная пистолетка. А мы пока ждем возвращения в игру. На уверенности. Там сколько вообще оставалось? Одна десятая, наверное, секунды до взятого раунда. Ну, жестко. Жестко, конечно, стартует матч Fnatic в Virtus.pro. Надеемся, что все следующие раунды будут не менее запоминающимися. Но пока что ожидаем возвращения, опять-таки, в игру. У нас на экранах групповая стадия, которая намекает, что Fnatic все-таки не поедут. Вп нужно выиграть буквально, ну, если проиграют эту, то две игры из четырех. Задача реальная. И в любом случае, ну, Fnatic покинут эти ряды. Шансы есть отличные. Поэтому все может быть хорошо. Пока мы с вами рассуждали, ВП уже взяли и второй раунд. Но ребята очень хорошо себе экономику подпустили, по идее. Сделали два ножа, так что там просто теорический фарм. Плюс 3000 получили только на ножах. При этом взяли следующий. Ну и сейчас у Fnatic, безусловно, Full Echo, которая обернется счетом 3-0. Плюша на дистанции, видит сотку, но ничего не может с этим поделать. Нео. Нео врывается, но вот Кримс как-то спокойно развалил кабину своему оппоненту. 4 в 4. Паша пытается открыться через зелень. Видит первого, срезает. Сейчас Скальп просто с Денниса. Снэкс тут же сотку. Ну и в принципе 3-0. Начало стандартное. Посыпали в итоге Fnatic. Последний Кримс со смоком в руках гордо погибает. И счет 3-0 на ваших экранах. Да, но это карта Трейн. Это все-таки Virtus.pro Fnatic. Вчера тоже вроде бы с G2 все шло как по маслу. А потом был камбэк. И действительно, я думаю, пока не засветится 16 возле тега Virtus.pro, расслабляться команде ни в коем случае не стоит. А в фулл закуп. Как с одной, так и с другой стороны. Ну посмотрим, кто сможет все-таки его реализовать лучше. Пока что просто шумят. Очень много смоков и на генераторе, и на апдауне. Снэкс в сотке. Там же бомба. Зелень чекали, но не пошли. Игроки атаки. Ну и это терпильный, душный раунд в нападении от Virtus.pro. Они понимают, что раунд за два. То есть выиграют этот, будет снова Эко. Поэтому нужно делать максимум. О, лофмейстер врывается, но с трудом все-таки забирает. Делать второй минус. Дальше только Бьяли смог остановить этого грозного шведа. Кримс включается в борьбу. Дает еще один минус. И только Бьоли плюс Тасс. Ну что же, может быть Тасс. А может быть и Бьоли уже сделал минус. Тут Тасс врывается. Есть два минуса. Надо сделать еще два. И увидел, увидел Тасс Денниса. Ну что-то как-то с этим молотовым сильно долго. Деннис погибает. Один на один. Что происходит? Флюша против Бьяли. И это раунд в копилку. Фнатик. Ну постарался. Флюша. Знал, что на кону. И все-таки законтролил. Вот он повторчик у нас тем временем. Олаф Мейстра. Очень долго убивал первого. И очень быстро убил Пашу. Такой типа бум. Компенсировал. Ну, начало очень многообещающее. Хочется верить, что будет и вся игра такая. Пока что зрелищных моментов хватало. Напряженок тоже. Все очень серьезно. И, судя по всему, у нас очередные какие-то траблы. Ну, вчера в первом матче было что-то похожее. Но, правда, вчера сервер падал. То есть мы не пропускали раунды. А вот сейчас мы, судя по всему, ну, к счастью, наверное... А нет, там некого у поляков. Они же ставили бомбу. То есть, скорее всего, фор с калашами. Ну, ладно. Ну, да ладно. Мы не грустим, ребята. Мы настраиваемся все-таки на красивый КС. Фнатик, Виртус Про. Пока только топ-5, топ-6 группы. Но мы-то с вами знаем, на что эти команды способны. В любом случае на ланах мы видим уже этим соло-мид, уже Энви. Две игры в запасе у НИПа Г2. Закончили свое выступление. И, может быть, их еще потеснят. Хелл-Рейзер, но шансики маловато. Очень при чем. Но, тем не менее, бомба уже стоит. ВП взяли каким-то чудом раунд. То, что мы пропустили. Ну, не был закуп, да. Три фрага с Некс, как на старом добром мейджоре, видимо. Собрал сейчас несколько голов. И это 4-1 плюс Эко для Фнатик. Ну, и, конечно, очень досадно всегда проигрывать раунд после взятого. Это очень плохо сказывается на вашей экономике. Ну, и посмотрим, конечно, фул Эко. Тут сильно рассчитывать на победу в этом раунде не стоит для Фнатик. И вполне хорошее начало для ВП. Уже пятерку отработали. Да, лузовый минимум в атаке на карте Трейн. Уже в копилке у польского коллектива. И, в принципе, это заявочка. Так, стоп, пишет Бьяли. И дальше пишет, не обращайте внимания. Ну, у нас катка, опять-таки, очень любопытная. Психанул. Да. Стоп, мы не хотим выигрывать. Ну, да ладно. Зелень тем временем аркадится. Вся хелпа пришла уже от Фнатик под базу Б. Но поможет ли наличие отбег пистолетов? Пока потихоньку настреливают. И уже есть хорошие результаты. Сильно надамажили Пашу Бицепса. Но, тем не менее, все-таки забирает Денниса. И в меньшинстве игроки команды защиты. Стреляют, но недостаточно. Да, мы видим хелсбары, конечно, тают у Virtus.pro. Но на таком расстоянии фраги не получается. Исполнить Фнатик. Ну, тут Снэксп сам уже полез умирать, на самом деле. И раунд 3 в 4 без китов. И каких-то аркад спины. То есть все на дефолтах. Олаф забирает спокойненько калаш. Думает, ну, нормально. Ну, надо бежать сейвить, конечно, от Девайс. Чем он прекрасно, собственно говоря, и занимается. Но, тем не менее, счет 5-1 уже неизбежен. Посмотрим, смогут ли Фнатики все-таки реализовать. Пока что начало очень хорошее для поляка. Неужели все-таки ребята смогут вытеснить уже сейчас своих оппонентов? Начало более чем приятное. Запустились по деньгам. Они фармили. Были автоматы. Было очень много бомб. И сейчас у них реальные шансы завладеть инициативой. Ну, а что касается Фнатик, то нужно делать стрик из 2-3, чтобы поломать все-таки экономику Virtus.pro. Иначе мы увидим в очередной раз ЭКО. От шведов, кстати, купили Нео снайперскую винтовку. Вот JV у нас решил отыгрывать с МАГ-7. Но, в принципе, этот парень не раз нас радовал этим девайсом. Делал хорошие минуса. Посмотрим, сможет ли на этот раз. Кто прячется в зелени? Паша, ну, должны прочекать, по идее, позицию. Но там МАГ. Ай-яй-яй, как грамотно подсадились в Virtus.pro. Разобрали на запчасти. JV Деннис пытается контролить. Есть минус один. Второй фраг от Денниса. Раунд трифт-трифт. Нео отвечает. Кримс с апдауна прилег. Какой экшен буквально за пару секунд. В итоге последний флюша против двоих оппонентов. Есть информация. Но не справился все-таки. Виктор Войтас делает последний минус. Счет 6-1. Очень серьезно. Все на грани фола для коллектива Virtus.pro. Но, тем не менее, ребята берут свои раунды. Ну что же, у нас тем временем повтор от Денниса. Но, опять-таки, начало раунда блестящее. Парень делает два фрага. Как бы зелень закрыта. Но, тем не менее, смогли мобилизироваться Virtus.pro. Собрать силушку в кулаке. И уже вырваться солидно в раундах. При этом снова ЭКО. Ну, ВП не перестают нас удивлять как-то. Хорошо. Вчера много сливали. Ну и действительно, наверное, не повезло просто в матче с Г2. Сегодня, конечно, на троине совсем другие ВП. Как и вчера тащили против Энви на кэше. Сегодня слили в салат. На той же карте. Просто, может, где-то расслабляются слишком. Как не стоит. Но, тем не менее, тут Деннис уже с СЗшкой делает первый минус. Может еще забрать второго. Какая голова. Ой-ой-ой, не ваншот. Сейчас был от Нео. Еле-еле добивает все-таки Джей Ви. Деннис тут пытается работать с СЗшкой. Но пять патронов в его магазине. А ведь это экономический раунд. В итоге последний таз против Кримза и Денниса. Ох-ох-ох, Деннис. Вот и пять патронов залетели. Реализация очень жесткая от Денниса. Это мы, это повтор. Ну, бывает что-то неимоверное творится. Ничего страшного. Это каточка такая. Хорошо КС перестал закрываться. И то результат. Просто все нервничают сейчас. А как сейчас ФНАТик нервничает, наверное. Ну, выиграли. Выиграли очень нужный раунд. Так бы ВП 7-1 и так далее. Продолжали бы вырываться вперед. Но сейчас можно. Можно еще как-то даже на 9-6 пытаться ФНАТик выравнивать. И выходить, в принципе, в плюс. СНАКС давит. У него тег. Мобильный, мобильный, быстрый девайс. Он пользуется скоростью. Выходит на контакт. Да! Ох! Ну, увидел, но не смог. Все-таки потом забрал Денниса. О, фразмен ТАСС. Минусует Кримза. ТАСС. Дваблкилл даже сделал. Хорошая работа. Вот ЖВ почему-то спиной Паша бицеп решил принять. И... Ну, думал, все уже в планете. На зелени никого. Но на самом деле хитрец. ЖВ дождался своего фрага. И раунд. Так-то два в три. ЖВ! Но нет, ТАСС. Останавливает. Оппонент Афлюша с инфой. Но нет, тут же Нео. ТАСС горит. Нет, все хорошо. Отличная работа. Счет 7-2. И очередные проблемы по экономике у Фнатик. И это означает, что, скорее всего, первая половина таки уйдет за Виртус Про. С хорошим преимуществом. Ну, как минимум 8 раундов уже есть точно. И для атаки это очень даже достойно. Вопрос в том, смогут ли они отыграть так же достойно за защиту. Да. Даже хуже, по-моему, сейчас для Фнатика. Они взяли один и проиграли следующий. И сейчас все-таки были какие-то деньги у них. Но в целом, если Кримс тут не пропрется. Но он старается. Убрал с Некса. АВП? Я думаю, АВП в шоке. Просто АВП? Что? Тут еще и Флюша минусанул. Но Паша биться. Тут уже все. Включились ВП. Не хотят отдавать этот форсбай. Есть уже по два минуса с каждой стороны. Но, тем не менее. Очень четкое понимание игры, ребята. Моментально стянулись после фрага Паши в точку А. И это, скорее всего, поможет взять раунд. Правда, Кримс еще живой. Да и Деннис. Нет, Деннис погибает. Кримс один в три. Ну и, конечно, снайперский девайс. Это не самый лучший выбор. В такой ситуации троих забрать будет очень сложно. Просто банально займу закрытые позиции под перекрестным огнем. И ничего сделать не получится. Ну, Кримс это прекрасно понимает. Не хуже меня. И уходит сейвить девайс. Как-то очень интересно ушел сейвить. Он, видимо, что-то то ли писал, то ли табался. Непонятно. Ну что же, это уже восьмерка. Первую половину при любом раскладе выигрывают игроки команды Virtus.pro. Ну, а что касается шведов, то неожиданно пока что слабенькая оборона. С одной стороны мало девайсных. С другой стороны они взяли... Это что, резать он шел? Непонятный мув от Паши. О, ноу стиму агон. Ну. Таз. Снова-таки таз. Кто бы это мог быть, таз у нас может и на ландфиналах вылететь с каким-нибудь баг аутентификейшн. Именно таз славится вот вылетами прям не вовремя. Причем на любых машинах, на любых настройках таз какая-то карма. Вот, кстати, тот самый первый, самый первый раунд, когда Нео забожил. И, кстати, с этого началось преимущество ВП. Ну, хорошо нам запомнился этот момент. Я думаю, еще будем его вспоминать. Прекрасная работа, отличная пистолетка. И счет 8-2 пока что в 4 раза превосходит своих оппонентов поляки. Ну, что-то дознали эти 55% CSGO лаунжа? Или сколько там ставило? Да, 55 против 45 в пользу Virtus.pro. Ну, тут, видимо, и карта сказалась. Да и, в принципе, то, что Fnatic очень-очень маленькие имеют шансы. Если у Titan вообще не было, то у Fnatic, ну, один, наверное, там, из 10 шансов поехать на ландфинал. Надеемся, что ВП сольют оставшиеся 4 игры. У них будет меньше 21. Это даже для ВП трудно, на самом деле. Слишком много надо слить. Тем временем, Экос АВП команды Fnatic. Кримс, конечно, делает работу, уничтожил двоих. Флюша! Флюша ворвался в спину, никто его не ждал. Забрал бы Яли 2 в 2, но вот АВП вылетело уже. Бомба ставится. Нет, Нео пытается фейковать. Сапдауна есть игрок. Ох, Нео рисковал спиной принять, но все-таки как-то почувствовал. Ай-яй-яй, Паш уничтожили. Вот теперь вопрос, не зря ли играли так на нервах у своих оппонентов Virtus.pro. Нео 1 в 2 против флюша с девайсом и JV. JV обходит, сейчас очень важно словить тайминг для флюши. Нео понимает, что его аркадят, что четко, четко работает. Ох, Нео! Ой, словил по щам, минус 85 хп моментально. Нео, префайер нужен! Ох, ох, ох! Ничего себе, JV-шечка, сделал все-таки свои минуса. И успевает, успевает дифьюзить 10 секунд. Нео, ну вот этот выстрел, наверное, первый, который он пропустил сразу по лицу JV, зарешал. JASPER Vexel только что буквально продемонстрировал то, как способен этот парень уничтожать своих оппонентов, независимо от того, полный бай, неполный. Между прочим, кстати, второй раунд, если не ошибаюсь, фнатики взяли, будучи эко, играя. Да, с пистолетами они хороши. Сейчас было только одно АВП, тоже взяли раунд. Ну, непонятно все как-то происходит. Возможно, расслабляются АВП, и за это очень жестко платятся. Ну, это заготовочка. Тем временем, вот, Virtus.pro почему-то пропустили Пашу вообще без инфы. Он вышел через сотку, дал молотов, дал дым, и его не ждали почему-то. Странно, Кримс собирает урожай. Первый пошел, второго не смог. Бьет с девайсом. КТ падает! Что с Virtus.pro? Как они так делают? Вот это сейчас происходит, конечно, полнейшая жесть на ваших экранах. В итоге в меньшинстве игроки команды защиты. Ну, тут Денис пытается сравнять ситуацию, но пока не получается. Все-таки не отыгрывает на должном уровне, как по мне, еще этот игрок. Но, тем не менее, Флюша забирает Бьяли. Два в два, девайсов на руках нет. Это, конечно, серьезные проблемы, но можно пытаться. Там Паша уже, конечно, обходит. Тазу надо хилиться, жить как-то за этим ящем. Денис обошел все. Паша может не Аркадий. Денис понимает, по-моему, откуда идет Паша бицепс. Прочитал действия своего оппонента каким-то чудом. Но, тем не менее, уже получил солидную долю дамага. Все-таки отлетел. И последний, Флюша, остался против двоих оппонентов. Что творится? Паша, дави ты! Ай-яй-яй-яй! Патроны закончились! Но что же это делают-то? Фнатик тащит и тащит. Флюша, квадрокилл. Счет 8-4. Какая катка последняя у нас сегодня напряженная. Да. Раунд был, безусловно, очень красивый. Это, кстати, тоже были пистолеты у Virtus.pro. Но, по-моему, самые жесткие контакты у нас получаются, когда или у одной, или у второй команды ЭКО. Ну вот теперь уже девайсы у обоих коллективов. Два Фомаса, две МК АВП. У Фнатик. И первый минус от JV. Тут же аркада под базу B. Нео разменивается на Флюшу. Но вот тут Фломастер должен тащить. Видит первого. Ой-ой-ой, еле-еле забрал. Зато бомба, она скользит вниз. Нео понимает, что, видимо, там лоу ХП. Забрал пакет. Ну, уже серьезные проблемы. Два в четыре. При том, что АВП на руках, это, конечно, будет сложновато. Тут бьяли. Зашел в спину. Нео вышел, но там сбоку был Олов. А, наверное, рассчитывал, что Хелпа уже ушла у Фнатик. И с бомбой занимал B. Хотя, ну, раунд был какой-то слишком жесткий. Вот Нео прям он так вышел с бомбой, с пистолетом, из чего ВП и сел. В любом случае, 8-5. Раунды как-то перестали доставаться Virtus.pro. Забрали восьмерку и все. И остановились. Поначалу поляки просто демонстрировали доминацию. Забирали очень жесткие раунды своих оппонентов. И вот теперь начинаются проблемы. А теперь, браточка, начинается катка Virtus.pro Gamers 2, если кто-то вчера смотрел. Примерно то же самое. ВП вроде бы контролировали карту. Потом отдались на камбэке. Ну и сейчас Фнатик, судя по всему, будут прикладывать максимум усилий, чтобы закончить половину в 8-7. Хоть так. Ну и пока все предпосылы на это у них есть. Шестой раунд, скорее всего, заберут. Но что будет дальше, непонятно. Тут Нео открадывается. Но, тем не менее, уже еще один безответный минус. Ну, Нео сказал, можно попытаться выйти поставить. Бомба все-таки не успевает дойти до непосредственно Плента. Яли погибает. Тут же Тасс. Ну и один в 5. Ждет врыва. Ждет, что его будут давить. Но с хитрые шведы не идут. Попытка как-то поджать немножечко была. Но нет. Все очень строго. Тасс. Но, с одной стороны, можно попытаться вот Даст взять бомбу. И может даже Кримза убить. Нож. Нож. Тасс. О, да нож. И бомбу поставит. Что только что произошло, непонятно. Должна была быть инфа. В итоге поставил бомбу. Ну, просто нафармил экономику на ура. Да. И команду пробустил по 900 бачей. Да и сам полторы тысячи выбил. Тем временем у нас небольшой повтор на экранах. Джейвишечка. Ну, это феноменальный момент. Просто Паша выходит в смоук на лоу хп. Зачем? Непонятно. Треним. Треним. 8-6. Последний раунд. Первые половины у нас на экранах. Неоснекс 2ВП. Бьёли Паша и Тас Калаши. Ну, как-то уперлись в потолок Виртуз Про с этими 8-ми раундами. Ну, посмотрим. Может, смогут еще. Пока что начало было хорошее. Потом что-то пошло не так. Перестали читать своих оппонентов. Ну, и, конечно, надо отдать должное феерической стрельбе команды Флэнска. Фнатик, ребята, просто разносит своих оппонентов, банально их перестреливая в многих моментах. Да, вот те самые два раунда 1 в 1 и 1 в 2, которые взяли Фнатик, скорее всего, подарили еще шансы на камбэк. И действительно, экшен во второй половине. То есть Фнатик явно тут подсобрались. Медленный раунд. Попытка выхода зелени из сотки от атаки. Один игрок, это Нео, в районе Бэтленда. Ну, и начинается экшен. Первый минус у Снекса. Джей Ви. Ну, Паша Бицепс, в который раз уже мастерский выход Смоук. Не везет этому парню с такими выходами, отдается. Но тут встреча такая. Джей Ви все-таки делает минусы, бирай, бьяли. 3-4. Ну, что же, там было 2 ВП. Первая погибла. Да! Ай-яй-яй-яй. Олов Мейстер. Законтролил. 8-7. Минимальное расстояние между этими двумя коллективами. Очень жестко идет трейн. Пока что непонятно. Казалось, поначалу, что ВП поймали свою игру на трейне. Делают отличную работу. Но потом что-то пошло совсем не так. И в итоге 8-7. Хотя могло быть явно больше. Да, где-то 8-2. Или сколько там был счет после того, как начали камбэчиться. Да, 8-2. Феноменально. Фнатик прям не оплошали. Деннис 6-12. Явно выпал. По стрельбе, как минимум, из коллектива. В 0-5 КД. Оборона Титан. Госпитантрейна. Провалено. Посмотрим, как будет Деннис отыгрывать в атаке. Ну, тут уже просто мега важная пистолетка. Потому что при таком отрыве нельзя позволять проигрывать столь важный раунд. 8-7. Сейчас или одна, или вторая команда пробустится. Безусловно, пистолеты опасны. Но взять пистолетку вторую, это плюс мораль. Ох, бьяли. Бьяли! Как-то не забрал Джей Ви в итоге. Только оставил 27 хп. Ну, Джей Ви на контрле присел, а как-то прицел убьёли был на уровне головы. Из-за этого, может быть, были проблемы. Олов добирает зелень. Разваливается у нас деф на глазах. Ну, что происходит, непонятно. ВП начинают просто рассыпаться повсюду. Тут уж только Нео включился, сделал один минус. Но и то, второго не смог добрать. Последний против четырех оппонентов. Только Эй спасёт. Но тут, конечно, ничего не могу сделать и позволить. Как-то нагло действовали фнатики. Но всё равно. Разменялись. Бомбу, правда, не поставили. Может быть, это поможет сейчас Виртус Про. Но следим за экономикой. По 90. Фармган. Узишечки. Да. Фнатик будут фармить. А ВП? Что это? Хаешки в сотку? Старые добрые. Или нет? Ну, очень интересный бай какой-то делает ВП. Ну, Нео, судя по всему. На дистанции. Ну, и вот тут Паша. В упоре. Ой-ой-ой. Ну что? Демки-мувики от Паши. Эть. Понимаешь? Мне сегодня будут демки-мувики от Паши. В итоге отлетает, не сделав ни единого минуса. Снакс забирает Флюшу. А дальше начались проблемы для ВП. Но проконтролили спину. Единственный шанс был именно, что Бьяли сейчас обойдет всех. Но по итогу 1 в 4. Нео. Да, там двое битых. Может быть, даже Денниса удалось бы убить. Но решает сохранить скаут. На следующий раунд у нас поляк. И Фнатик выходит вперед. Все-таки переворачивая карту Трейн в свою пользу. Красивая игра, безусловно, от шведов. Ну и очень обидно сейчас видеть, насколько жестко сливают раунды ВП. То есть, ладно, когда борьба раунд в раунд, и счет у нас 8-9. Но когда выигрывала команда 8-2, и после этого проиграла такой огромный стрик из 7 уже раундов. Команде Фнатик, то это прискорбно. Ну да, тем более, что сейчас придется делать экономический раунд. А, соответственно, 10-й тоже спокойно уйдет за шведская пятерка. И посмотрим, смогут ли все-таки поляки побороться до финала. Да, это все-таки БО-1. Я вот тут посмотрел, чья кто-то спросил. Ну, как всегда, кто-то задает. Че, какая карта? Какой чемпионат? БО-1, БО-3. Всегда есть такие зрители. Но тем временем у нас, безусловно, слив от Virtus.pro. Поэтому можно говорить вообще о всем, чем угодно. Если, конечно, кто-то тут с успом не включит агента 007. Но Деннис ждет подобного мува, но никто на него пока не лезет. ТАСС не спешит. Фнати, кстати, очень спокойно отыгрывают. Не фармят. То есть 2 по 90 узишечка. И, в принципе, работают строго. ВП пытаются угадывать. Делают стак под Б. Но там вроде бы апдаун готовится на самом деле у шведов. Хотя, ну, все очень, да, близко. Пошли, пошли вверх-вниз. И там один Паша, который даст инфу, как минимум. Но, скорее всего, не более того. В итоге отлетает от рук JV. И уже 4-5 бомба, конечно, поставится. И, скорее всего, даже без малейших проблем этот раунд уйдет в копилку шведской пятерки. Да, Олаф закрывает КТ. Выход от Снекса тоже захлебывается. Биоли плюс ТАС в связке. И это будет уже ни много ни мало 10-й раунд для Фнатик. Ну, ждем, наверное, уже каких-то контр-аргументов от Virtus.pro. Ждем красивой игры с девайсами в руках. Возможно, Нео накопит все-таки на АВП. И мы посмотрим старину Нео во всей красе. Ну, пока вот только Фнатик. Шаг за шагом помаленечку приближаются к таким нужным трем очкам. Ну да, вот на трене против G2 вполне неплохо отыгрывал Нео. Очень даже здорово со снайперской винтовкой. Но вот посмотрим, сможет ли он здесь показать нам хороший деф. На последней секунде уже закрывают Биоли. И все-таки вся команда. Здравствуйте. Один цент. Было же восемь вчера. Что-то разорился. Видно поставил. Где семь центов? Кто-то сделал неверную ставку, залил на Титан. И проиграл, судя по всему. Так, ну у нас, к сожалению, опять-таки технические трудности. Скорее всего, мы пропустим первую половину девайсного раунда, который я так ждал от Virtus.pro. Ну, судьба злодейка. Знаете, как бутерброд, который падает маслом вниз. Но зато это масло для наших пабликов. Можете зато подписаться прямо сейчас. Да. И на YouTube-канал KSSLTV, потому что там все абсолютно воды, стар серии фейса до фрагба. Это Red Dot, который, к слову, завтра будет у нас кастить. Гомер. Да, увидимся на Red Dot еще завтра. Вернее, услышимся, поскольку там камеры не будет. Да. Ну, завтра StarLadder 5, StarLadder 10. Два канала на Twitch. А тут мы видим, уже стоит бомба. Уже у Fnatic снова все шоколадно. Ну, что-то мы явно пропустили интересное. Отлетели Neo Taz. И только фломастера забрали. Кримс биты очень сильно. Но, конечно, уже наорожен не полезет. JV-шка пытается давить. Ай-яй-яй. Не хватило реакции. Есть размен. Но это, конечно, такая лебединая песня Virtus.pro. Сейв девайса. Вы хоть немного. Хотят они пошатнуть экономику оппонентов. Но, я думаю, у Fnatic более чем достаточно денег. Они там с P90 бегали. Даже я видел в конце раунда этого. Ну, конечно, три девайса на руках. Это очень даже неплохо. Есть возможность хорошенько форсануть. Но смогут или нет. Потому что пока что девайсный раунд, очевидно, не залетел. Ну, зато есть второй девайсный для Virtus.pro. А Fnatic, с учетом дропнутого P90, купили JV-снайперскую винтовку. 11.8 Virtus.pro. Ну, вот надо реализовывать эти форсбай. Иначе будут эко уже на 11-м, 12-м и так далее раундах. Когда они особенно неприятны. Кримс, первый минус. Аркада. Ну, вот Таз, Снекс. Полетели. Какая разница, выиграем, не выиграем принципиальные соперники. Неважно. А тут же третий. Нео абсолютно не ждали. В смоук. Прожимает по второму. Нео дарит все еще шансы команде Virtus.pro. Жестко. Ну, явно третьего Fnatic вообще не ждали. Убрали с Некса таза в Аркадии. И тут Нео вдруг откуда ни возьмись просто. Ну, да. Паша под соткой. Тут же сидит JV. Ну, Паша, если выйдет, JV его из-за прицела не заметит. Ну, должен JV делать два минуса каким-то чудом. Все-таки Паша не справляется с ним. В итоге последний бьяли против двоих оппонентов. Ну, раунд играбельный, если, конечно, убрать JV. Только лишь радиация в ушах сейчас у поляка. Ну, вот же текстурка вылазит. Ну, должен был видеть, что только что было. Почему релот? Нога соскользнула. Рука начала делать релот. JV, но он умирает. Уже прям откровенно лезет. И тут же Деннис. Двенадцатый раунд. Уже для Fnatic. Вот он момент. И такой выпрыгивает бочком у нас Флюша. Нео, он с разворота, по-моему, по лицу попал к Римзу. Каким-то рандомом вообще. Полетели в итоге. Ну и... Что? Что случилось? Есть же? Есть же КС. Есть же ж. Нео, АВП. Маг седьмой у Снекса. И это уже, я так понимаю, совсем последние деньги для АВП. Непонятно, откуда они находят возможность играть все с новыми и новыми девайсами. Но, тем не менее, конечно, если проигрывают тринадцатый, то будут уже серьезные проблемы. Нарисуйте карту, пацаны. Я не вижу вообще ничего, что происходит. Нео с ВП на Б. Все. Остальное туман войны на трене. Вся инфа, что есть, да. Туман войны. Это вот она, карта, наконец-то. Ну, хорошо, что Fnatic халдили. То есть, ничего не было. Просто никого под Б. Двое в сотке, один зелень и двое апдаун. Ну, Снекс может навести Шороху, но пока что Кримс на него не лезет. Наведет Шороху, если Fnatic будут прыгать вверх-вниз. А так он будет просто стоять в ожидательной позиции. Паша на зелени. Тут же Олов. Хаешка дэмэджа не наносит. Атака подобрала, наконец-то, бомбу. 40 секунд до конца раунда. Пора начинать врываться. И все-таки идут на Снекса, но пока слепой. И тут должен принимать. Есть минус раз. Второго не получилось забрать. Также Бьялия делает минус, но Олов и Кримс тоже делает по два минуса. Кримс, хороший выход. Тем не менее, отвечают поляки. Очень жестко огрызнулся Нео. JV последний, 20 секунд. Бомба лежит. И на ходу срезает его все-таки Нео. Первый раунд. Первый раунд в дефе для команды Virtus.pro. Ну, неплохо для начала. Лучше поздно, чем никогда. Включились. На самом деле, примерно то же самое, только наоборот у нас было в первой половине. Тогда в ВП начинали доминировать над своими оппонентами в первой половине. Ну, вот, первые раундов 8-10. А потом включились в натики и начали очень жестко отыгрывать. Посмотрим, может нас ждет что-то зеркальное. Да, для ВП сейчас очень важно сохранить экономику, даже если идти на сейв там трех девайсов. Но в любом случае, чтобы следующий раунд был с М-ками. Ну, Фнатик, позиция пока попроще. Там должно быть все хорошо. Подушечка безопасности в плане денег имеется. Паша на контакте. Рискует. Оп, увидел. Павел увидел, но не перестрелял. Все-таки лофмейстер делает этот минус. Паша не везет в зелени. Вот всю эту игру, по-моему. И в атаке, и в дефе действительно все не очень здорово. Но, тем не менее, Кримс красный. В принципе, ничего пока что очень ужасного не было. Снекс контролит верх-низ. Бомба в респаун уходит. И, видимо, все-таки Б. Будут распечатывать Фнатик. Где у нас один ТАС. Плюс Хилпа вроде бы бежит. Но там Рейлины. Вот Снекс может выйти спиной. Ой, какая незадача. Тут уже можно зарезать. Обидный промах. Ну, хоть разменяться должен был уже. Три в пять. Может быть, ТАС пропрется. Вот столько было рядом соперников. Но в итоге никого не смог забрать. В итоге это спрыгивает в дроп-рум. Ну, вверх-вниз, ребята. Нео! Включается конвейер смерти. Первого брал. Под ним же Деннис. Тут без шансов было. Два-три. Если нет, ТАС не справляется. А с Деннисом бьёли последний. 20 хп. Но это заявочка уже на победу. Вот Фнатик. Виртуз-про, скорее всего, без денежек. Ну, в итоге, да. Последний Вьяли. Отдаётся Джей Ви. Ну и ВП. Повторяют вчерашние результаты. Очень хорошо стартуют. И почему-то в средней стадии трейна. Ловят какие-то проблемы. Сливают обидные раунды. И, как мы видим, после этого реабилитироваться так и не могут. 13-9. Это будет Эко. Соответственно, 14-й практически гарантируется Фнатик. И там уже рукой подать до 16-го раунда. Флешка сотку вроде бы неплохая. Но... Никто под неё не играл. Всё равно всё хорошо. Олаф, Джей Ви. Серия фрага. Пообъяли. Отвечает минусом по Олафу. При этом горит. Ну, тут, конечно, уже шансов очень мало. Разве что как-то добрать Джей Ви и Денниса. Но тут ТАС. По-моему, вообще спиной вышел к своим оппонентам. Но, тем не менее, пока его не замечают. Ну, ТАС. Ну, должен был сделать хоть что-то для своей команды. Но ничего не получилось. В итоге, три игрока команды Фнатик были очень жёстко битые. Но, тем не менее, четверо выжило. 14-9. Закуп не очень комфортный у Виртус Про. Такой скользкий, я бы сказал. Три лёгких армора, минимум раскидки. Два Фамаса, МАГ и две М-ки. Ну, в отличие от Виртус Про. Точнее, от Фнатик, у которых фул фарш, тяжёлые арморы, раскидка, АВП. Ну, не знаю. Негева не хватает только шестому. Ну, конечно, да. Шансов у ВП всё меньше и меньше. И, скорее всего, эта игра всё-таки уйдёт в копилку коллектива Фнатик. И будут отличные возможности таким попытаться, по крайней мере. Понадеяться на удачу и выйти на ланы. С пятого места, да. Ну, в любом случае, у ВП ещё в запасе остаётся. Четыре игры после этой. Ну, я так понимаю, все четыре матча будут завтра. В прямом эфире. Так, как и заключительный день фейса, да. Смотри-ка, что происходит. Хорошая аркада с Некса. Паша принимает очень уверенно даблкилл зелень. Вот и Паша на зелень заиграл. И, наконец-то, всё-таки хоть раз в год и Паша выстрелил. Кримс плюс Плюша в связке. Ну, тут вот в упоре слева играл Кримс. Услышал всё-таки аркаду Таза в последний момент. Нео. Ну, тут уже Нео закончил начатое своими тиммейтами. И сделал столь важные минуса. 10-14. Но пока что деньги на девайсы у Фнати, конечно, имеются. Да, у нас тем временем небольшой повтор. Такая популярный смоук. И вот она аркада, с которой и начался раунд для ВП. Зажал Снекс. Снеги в осотку. Ну что, 14-10. Ну, это, конечно, мега важный раунд для ВП. Потому что, если проигрывают, это полностью слитая экономика. И ГГ в чате. Да, я уже думаю, как ВП, так и Фнатик понимают важность этого контакта. С OpenFrag OGV стартует. Разыгровка. Джей Висотки. Ну, тут, видимо, в пиксель прям проконтролил Снекса. Бомба лежит. Ну, такой откровенно медленный, откровенно душный раунд от Фнатик. И действительно, игра от контакта пока что первые плоды принесла. OpenFrag есть. Война за 15-й для Фнатик. Ну, а Virtus.pro уже право на ошибку потеряли. Если хотят побеждать. Потому что, ну, с 15-го только на допы. Можно хоть как-то там выруливать. Но, опять-таки, денег не будет. Конечно, нельзя отпускать такой раунд. Если все-таки ВП не справится вчетвером против своих оппонентов, то тогда все, скорее всего, закончится очень быстро. И очень трагично для поклонников польского коллектива. Попытка все-таки, видимо, медленного выползания в район Бенни. Смотря на то, что бомба практически под респауном. Да, влетают. Врываются просто террористы. Флюша оказнит Таза. Нео разменивается. Нео! Но только Нео, последняя надежда Virtus.pro, судя по всему, делает отличные минуса. Но интересно, что Таз как-то стоял на настолько открыто. Флюша ошибается. Времени мало. 15 секунд. Бомба еще даже из сотки не вышла. Олаф пытается прикрывать. Какой-то сумбур у нас просто на экранах. Нео еще один минус. Джей Ви ставит на морозе уже лишь бы установить бомбу. Получается сделать и один в два с АВП. Какой же немобильный Джей Ви? Ну, конечно, сейчас будет очень сложно. В итоге уходит на более-менее комфортную для него позицию. Но тут должны его просто отрезать и не позволить. Но Нео открывается, отдается. И вот один в один бьяли против Джей Ви. Есть инфа. Обменялись кто флешкой, кто молотовым. И, судя по всему, все-таки Джей Ви выигрывает раунд. Все-таки смог на последних порах поставить бомбу. Сделать два минуса и таки подарить, очевидно, трейн для коллектива Фнатик. Да, ну вот очень много важных раундов. Именно один в два выиграли Фнатик. Один в один. Три или четыре ключевых. В основном в первой половине. Но вот сейчас тоже Джей Ви не сплоховал. Была инфа у Бьоли. Был молотов. Но мы видим, какой это был четкий и красивый минус. Такой чик пролаг. Вот он выходит и сносит все-таки поляка. Уже погиб Снекс, пока мы наслаждались игрой Джей Ви. Да, в итоге. Четыре штати, конечно, уже есть серьезные проблемы. Бьяли. Минус уйтолв мистера Деннис разменивает. Правда, забирая этого игрока. Но, тем не менее, девайсов на руках нормальных нет. Только один МАК-7, конечно, это огромнейшие проблемы. Ну, вот об этом уже говорили. Причем, по-моему, несколько раз. Да, ну, шведы в своем стиле. То есть, просто стоят, разменялись в плюс для себя. Нео понимает, что нужно рисковать. Пошел, судя по всему, в аркаду. Вверх-низа. Нет, пока ждет. Паша на зелени с МАГом. И ТАСС под Б пока чекает. Просто выйдет. Даст инфу. И, по идее, должны, ну, как ждать сотку. Но что с ней делать? То есть, окей, понятно сотка. Как контролить? Так, Джей Ви. Забрал Пашу в упоре. Ох! Но все равно сделал свой минус. Казалось, что только уже полтела вылезло Паше. Но да ладно. Каким-то чудом все-таки Паша Бицепс сделал этот минус. Но, тем не менее, бомба стоит. Тут уже ТАСС врывается. Делает один минус. Чуть не забрал второго. Но, тем не менее, не получилось. Последний Паша Бицепс. Просто отрывается с ног. Что это только что было? Я, честно говоря, до конца не понимаю. Просто Паша Бицепс побежал на топов сквозь смок. Прыгнул и... И погиб. И погиб. Ну что же, 16-10. Именно с такой статистикой завершается последний матч Фейсет Лиги на сегодня. Карту Трейн все-таки отжали. Фнатик, несмотря на ужасный старт. Ну, а у нас на экранах результаты, в принципе, всех поединков. Ну, на здоровье можете смотреть. Напомним вам на всякий случай о том, что Г2 обыграли ВП со счетом 16-10. Потом одолели Титан. 8-16. А Шеры поразили нас сегодня хорошей игрой. Уничтожили Титанов с счетом 16-3. И ВП Фнатик только что на ваших экранах завершилась со счетом 10-16. Ну что же, спасибо, что были с нами. Завтра я еще раз напоминаю. Работает для вас параллельно два канала. Старладер 5 и Старладер 10. На одном Фейсет, на втором Ред Дот квалификации. Там будет Гомер. Тут буду на Фейсете для вас работать я. Ну и для любителей Слэма и Страйка. Они также будут в прямом эфире. На этом мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok